Привет всем из Москвы! Меня зовут Михаил Гребенщиков, и сегодня я в своей студии. Мне помогает Пётр Пескунов, это легендарный российский звукорежиссёр, который работает с огромным количеством российских музыкантов, а также он интернациональный звукорежиссёр, работает с Аббамия, Боссон и многими другими артистами. Так что Пётр более образован музыкально, у него есть академическое образование, а поскольку в конкурсе участвуют разные стили и жанры, мне стало тяжело самому оценить скрипача, пианиста, и я доверил это, скажем так, ещё и своё мнение, мнению своему коллеге, с которым я работаю 16 лет. Мы начинаем. До 10 баллов, да? От 1 до 10, да, надо подумать, да. Ну что, неплохо, первые, прям в первом списке ударный детский коллектив. Красно-белые юбки. М-М-М-Эс, да? Правильно так. Вот этот хор очень интересный, и песня так интересная вообще. Ква-ква-ква, вообще вот настоящая детская песня. И в ней что-то есть. Такие песни редко в наше время пишутся. Я бы попросил обратить на неё внимание, и мы ставим большую оценку. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква То есть здесь, да, это честный вот, мне показалось, лайф. Маленькая девочка. Екатерина Гаврилюк из России. Подозреваю, что нет. Написано Россия. Россия, да? А, ну, знаешь, Россия. Очень характерная такая девочка. Вот люди взяли, не сняли клип. Ну, хотя бы какой-то нашли в своем городе караоке, которых много. В городе караоке или чего-нибудь можно в наш век технологии снять. Такое достойное видео, как у Екатерины Гаврилюк. Не обязательно суперклип. Все здесь видно прям. Ну, вот мы смотрим, например, такого украинского мальчика Дмитрия Бонар. Не, ну, поющий мальчик, тут как бы все без вопросов. Бонару восьмерку, да? Да, наверное, можно и девять смело поставить, если не десять. Ну, девять, ладно. Просто тут как бы сложно вот так вот сравнивать эти работы, потому что, ну, мы видим хороший клип снятый. Наверняка песня записана в студии. Тут работала там куча каких-нибудь музыкальных продюсеров. Там это все продюсировали, это все писали не сходу. Другие тут примеры, наоборот, это абсолютный лайф, то есть люди поющие, тут как бы уже честный живой вокал. И тут, ну, сравнивать вот так, конечно, некорректно. То есть, если бы, да, было бы условие, то есть конкретно, это живой голос, живой звук. И все, то есть это вот живое видео. А там, ну, слышно даже, что если человек стоит у микрофона в комнате, поет под готовую студийную запись, где вокал явно протюнен, там, от мелодина прямо аж бульканье, и, в общем-то... Ну, тут надо чем-то взять нас, наше всемирное жюри, удивить какой-то харизмой, какой-то необычностью. И практика показывает, что, может быть, клип очень дорогим, хорошая аранжировка, хороший костюм, а выигрывает совсем другой человек, который взял чем-то другим. Вот мы вот уже сидим здесь второй час, чего-то другое и ищем. Вот пример, ну, это, конечно, это правильное, это студийная запись, которую нам, нас тут слегка попытались обмануть, но здесь видно, что она поет, по крайней мере, у меня было желание дослушать ее до конца. Мы говорим о Виктории Кравченко, мне тоже очень понравилось, очень неплохая девочка, мы ей поставили большую оценку. Да. Ну, то есть, то, что она стоит у микрофона, с микрофоном, как бы, это, конечно, не живой голос, понятно, но... По крайней мере... Я уже дошел до 43. Вот, интересно, просто поставлен номер. То есть, понятно, что это студийная, вычищенная, вылизанная запись, но тут все сделано хорошо. Это Катерина Козняк. Опять, ведь, работа хореографа, эта работа продюсера, все... Подобраны лица, то есть, все... Мы сделали свой выбор, надеюсь, что наши оценки будут объективными и кому-то очень помогут в жизни. Да. С приветом из России, Михаил Гребенщиков и Петр Пескунов из нашей студии. КОНЕЦ